МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах этого выпуска. Снова горит и снова в горах пожар в Цумадинском районе. На месте ЧП побывал глава республики. Народная больница на грани закрытия. Чем не угодила третья городская ФОМСУ? Смотрите в выпуске. Возвращение престижа рабочих профессий снова в тренде. Фестиваль WorldSkills завершил свою работу в Дагестане. И начинаем с главной темы последних суток. Пожар в Цумадинском районе. Пламя уничтожило 17 домов жителей села Тиси-Ахитли. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. На ликвидацию ЧП спасателям понадобилось порядка трех часов. Были задействованы 61 человек и 13 единиц техники. Из-за плотной застройки и сильного ветра пламя распространилось в считанные минуты. Без крова остались 64 человека, которых временно разместили в здании сельской школы. С погорельцами встретился глава республики Владимир Васильев. Сейчас все министры работают по задачам обеспечения электричеством, газоподведения. С миграционной службы сюда приедут люди. Здесь есть один сотрудник уже миграционной службы, я знаю, работает, видел. Будут помогать оформить быстрее документы. В ближайшее время хозяева полностью выгоревших домов получат 100 тысяч рублей. 50 тысяч выделят тем, кто частично утратил имущество. Также будет оказана единовременная материальная помощь. Клиника без очередей оказалась вдруг ненужной. Третья городская больница открылась в начале прошлого года. Из-за короткий промежуток времени снискало уважение многих жителей республики. Медучреждение, способное оказать высококвалифицированную помощь, увы, на грани закрытия. ФОМС не внес в этом году его в список финансирования. Причину подобного отношения к стационару попытался выяснить Абдулла Алиев. Ему слово. Сейчас этот коридор пуст, но еще недавно здесь было многолюдно. Третья клиническая больница теперь на грани закрытия. В этом году она не включена в список финансирования Фонда обязательного медицинского страхования. Как говорится, теперь не на что жить, а точнее не на что лечить. Со дня своего основания третья больница была призвана безвозмездно служить населению республики. В этом году из-за сложившейся ситуации такая возможность может сойти на нет. Коридорская клиническая больница номер 3 – учреждение, включенное в реестр медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках обязательного медицинского страхования. В 2018 году нам был определен объем финансирования в размере 39 миллионов. Изначально было нами заявлено 205 миллионов рублей. Решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в республике Дагестан принято решение в 2019 году профинансировать несколько лечебных учреждений. Однако наша больница в список этих учреждений не входит. Туда входит несколько частных учреждений. И самым крупным учреждением, которому определены объемы финансирования в размере 2 миллиарда 700 миллионов рублей, является ООО ЕКДЛ, Буйнакская лаборатория. Причины, по которым третья больница не будет получать финансирование Минздраве и ФОМСе, нам так и не объяснили. Одно ведомство ссылается на другое, не желая взять на себя ответственность за решение. Решение весьма странное, так как клиника оснащена всем необходимым современным оборудованием и имела штат квалифицированных сотрудников. За прошлый год здесь было проведено около 500 операций, некоторые из которых были высокотехнологичными. За прошедший 2018 год наше учреждение неоднократно посещали различные гости и представители исполнительной власти, которые высоко оценили материально-техническую базу и оснащенность нашего лечебного учреждения. Магомед Шафиев – чернобыльц, перенесший два инсульта. За свою жизнь ему довелось лечиться в разных клиниках, но в третьей ему оказали всю необходимую помощь. Здесь, по его словам, врачи уделяют особое внимание чуткому отношению к пациентам и стараются добросовестно выполнять свою работу. Очень прекрасная больница. Больница, которой аналогов, наверное, не только в Дагестане, но и в России нет. Полностью бесплатная больница. Обслуживающий персонал очень вежливый. Врачи очень способные, грамотные, опытные, знающие свою работу. Сказать, что больные обеспокоены, значит ничего не сказать. Новость о возможном закрытии больницы стревожила многих. Не стоит забывать и про расположение клиники. Она единственная в этом районе столицы, куда могут обращаться помимо горожан жители Семендера, Ленинкента, Шамхал и Красноармейска. Также за помощью сюда обращаются из разных городов и районов Дагестана. Лишь бы это были слухами. Только слухами. Такие больницы нельзя закрывать. Такие больницы нужны везде, тем более в Дагестане. Когда народ живет бедно, чем в других местах. Поэтому, значит, это совсем неприемлемо. Я хочу похвалить эту больницу. В этой больнице оказывается большая помощь для таких, как мы. Почему ФОМС не финансирует эту больницу? Я об этой больнице узнала в прошлом году и очень обрадовалась. Здесь все делается для людей. Здесь никто ни от кого не зависит. Я благодарю этих врачей, которые нас поддерживают. Хорошая больница. Внимание есть, лечит, что есть. Ну, в таких больницах надо же выделять деньги или что-то делать. Если была бы коммерческая или какая-нибудь больница, это самое. Давно дали бы деньги сюда. А когда людям бесплатно делают, доброе дело. Вот им это, правительству, это не угодно. Несмотря ни на что, врачи третьей городской больницы не падают духом и не намерены сдаваться. Пока здесь все еще принимают пациентов и стараются оказывать медицинскую помощь населению. Хотя уже, к сожалению, не в тех объемах, как было раньше. Сокращен персонал. От былых возможностей вскоре могут остаться только воспоминания. Изначально городская клиническая больница номер 3 – это социальный проект, это некоммерческий проект. Соответственно, полностью переходить на платные услуги такого намерения у нас не было. Поэтому мы просим комиссию по разработке территориальной программы, а также руководство Министерства здравоохранения определить нам объемы стационарной и амбулаторной медицинской помощи для того, чтобы мы могли в дальнейшем существовать. Радиоэлектроника как искусство, а обычные садовые беседки они делают с ювелирной точностью. В Дагестане прошел региональный чемпионат WorldSkills, который собрал сотни молодых профессионалов со всей республики. Победители конкурса будут представлять республику на всероссийском уровне. С настоящими мастерами дела познакомилась и наш корреспондент Патимат Ханапова. Ему еще нет 18-ти, но в электромонтаже он смыслит больше, чем любой взрослый. Михаил – ученик колледжа строительства и дизайна, но увлекаться этим начал, еще будучи совсем мелким. Признается, что еще тогда понял, что это его. Я занимаюсь с рождения, то есть уже как только начал ходить, что-то в руки уже начал соображать, уже понял, я электрик. Ну и решил поступить, попробовать себя. Вот, не ошибся. Это моя работа, это щит распределения, это вход. То есть здесь будет вход, он так будет вытянется, то есть податься питанию. Питание здесь распределится от трехфазного щитка, потом на освещение, на розетки, на выключатели. И тем самым вся цепь запитается. То есть, ну абсолютно ничего сложного. Бороться за звание лучшей среди медицинских работников этим ребятам придется упорно. Здесь большие требования. Найти подход к пациенту, поставить верный диагноз и поддерживать чистоту в палате. Все как в настоящей больнице. Уступать в этой компетенции никто не желает. Профессия ответственная, поэтому без права на ошибку. Общество с участниками конкурса во время выполнения заданий категорически запрещено. Они не должны отвлекаться, так как любая малая погрешность может стоить победы. Так, например, здесь ювелиры изготавливают серебряные изделия. Допустимая погрешность в этом роде деятельности составляет 10%. Точность расчетов, шлифовка и полировка. Работа с серебром требует усидчивости и аккуратности в действиях, чего не отнять у этих молодых ювелиров. Сюда, в Каспинск, съехались представители самых разных рабочих профессий. От парикмахеров до автомехаников, от поваров до сварщиков. Здесь представлено около 30 компетенций. В Каспинск на чемпионат приехали мастера не только со всей республики. Эльдар прибыл из Казани и является трехкратным призером в Татарстане в номинации «Сухое строительство». Здесь он в качестве гостя. Ощутить вновь дух чемпионата, так объясняет свой приезд юный мастер. Да, я у себя занимал, в этом году я первое место, а до этого третье. Это было как бы для меня, я тут участвую не в конкурсе, я просто для тренировок, для опыта, опять-таки. Рабочие профессии набирают популярность, и такие специалисты ценятся на весь золото. Ведь во всем мире насыщенными офисными клерками остро не хватает тех, кто умеет работать руками. Патемат Ханапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск, Новости 24. Неравнодушные к судьбе озера Ак-Гель вышли сегодня на массовый субботник. По инициативе Регионального общероссийского народного фронта прошла экоакция. Также активное участие в мероприятии приняли сотрудники Ленинской администрации и Министерства природных ресурсов. О мусорном пейзаже с видом на озеро Луиза Раджабова. О том, что озеру Ак-Гель нужна срочная экологическая реабилитация, знают все и давно. Поэтому проведение акции именно здесь вполне понятно. Мы должны все к проблеме мусора отнестись очень серьезно. А именно, начиная с себя, мы должны доносить все пакеты до баков. Начиная с себя, мы должны учить наших детей этой культуре обращения с отходами. Весь мусор за один день невозможно вывезти. Но будем стараться продолжать эту работу, будем просить привлекать дальше тоже всех, кто имеет технику, всех, кто имеет такие возможности. В первую очередь негативное влияние оказывает хозяйственная и промышленная деятельность людей. Пока проходил субботник, общественники замечают трубу одного из фитнес-клубов. К счастью, не канализационная, но убрать все-таки придется. Администратор заведения признается, что сами неоднократно проводят субботники, а недочеты будут устранены в кратчайшие сроки. В течение трех дней мы постараемся устранить все неполадки, также мусор и переработку мусора и так далее. Обязательно постараемся привести все в порядок. Это и для нас, как и хорошо, для нашего фитнес-клуба. Метр за метром грузовые машины очищают несанкционированную свалку. Элементарное отсутствие площадок для установления контейнеров и цивилизованного подхода к уборке мусора дает свои плоды. В результате строительной деятельности почти потеряно зеркало озера. Это озеро имеет очень важное значение, в том числе и как объект, который будет притягивать к будущему туристов. И сегодня оно имеет очень важное значение и для экосистемы города. Мы все знаем, что вдоль побережья Каспия, вдоль этих всех озер проходят миграционные пути птиц, которые мигрируют по сезонам то южные страны, то обратно сюда. И сохранение этих объектов будет иметь огромное значение, в том числе и для сохранения уникальной агнитофауны России и всего мира. Чтобы не дать погибнуть озеру, свое весомое слово должны сказать власти и тяжелая техника. Когда и как это произойдет, пока неизвестно. Луиза Раджапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Начни день с утренней зарядки. Под таким лозунгом прошла масштабная спортивная акция в Махачкале на стадионе Елены Исимбаевой. В ней приняло участие порядка трех тысяч человек. Это сотрудники, преподаватели и студенты Дагестанского гуманитарного института, гуманитарно-педагогического колледжа и медицинского колледжа имени Башларва. Предваряя акцию, ребята провели небольшой флешмоб, выстроившись в виде букв, аббревиатур и названий своих учебных заведений. Далее, с бодрым настроением, участники приступили к спортивной разминке. Акция прошла по инициативе общественной организации «Трезвая Россия» и Министерства по делам молодежи при поддержке Департамента науки и образования Муфтията Республики. К кадровым резервом «Мой Дагестан» реализуется на территории Республики много интересных положительных проектов. В частности, этот проект «Ночни утро с зарядки» из сафеты, по которому получил я. Он уникален и замечательен и привлекает тем, что формирует позитивный образ среди молодежи. Это мероприятие проводится с той лишь целью, чтобы молодежи Республики Дагестан, студенческие ряды ориентировать на здоровый образ жизни, на занятия спортом, на зарядку. Это была последняя информация. Удачных выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова